Здравствуйте! На телеканале Россия программа Вести Ульяновск в студии Олег Тюрин. Самые свежие события с жизни региона в нашем выпуске. В Майинском районе в эти минуты ликвидируют крупный пожар. Огнем уже уничтожено 400 гектаров леса. Эвакуирован ближайший к очагу возгорания детский дом. Аварийного жилфонда в регионе становится больше. Все пусто. А почему пусто? А потому что все дело. Кто поможет отстоять права людей в жилищном вопросе. Барыш и Теренгу свяжет новая переправа. Сейчас в данный момент ведется бетонирование, пролет на строение. С последующим натяжением. Новый мост облегчит сообщение для жителей двух соседствующих районов области. Большие открытия пытливого детского разума. Давай подумай. В песне скажи риту, а скажи риту, а значит кожура не дает апельсинь ему тому. В Ульяновске определили сильнейших юных ученых. Сухие грозы и высокая температура воздуха стали причиной крупного лесного пожара. В Майинском районе огонь уничтожил 400 гектаров зеленых насаждений. Эвакуирован в ближайший к очагу детский дом. Первое сообщение о возгорании поступило накануне в 6 часов утра. Однако работы на месте ЧП продолжаются до сих пор. По данным Минприроды, с территории Белозерского участкового лесничества огонь прошел 12 гектаров и быстро распространился по территории. Для тушения и защиты населенных пунктов привлекли средства лесопожарных станций, лесничеств, МЧС. Поддержала и авиация. Самолет Ил-76 сегодня дважды сбрасывал тонны воды. Площадь пожара полностью окольцована силами министерства и патрульно-химических станций подведомственных организаций направлен встречный огонь для нераспространения огня. Угрозы населенным пунктам со стороны Лишкаема, Барышевского муниципального образования и Майинского муниципального образования нет. Также на месте работы силы МЧС 55 человек и 16 единиц техники. Вчера по распоряжению губернатора была проведена эвакуация в 17.50 воспитанники Белозерского детского дома, 4 взрослых, 27 детей, двумя автобусами в Майинский детский дом «Орбита». О нанесенном ущербе в профиле ведомстве пока не говорят. Оценку проведут после завершения всех работ. Между тем, по данным МЧС, только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали на тушение сухой травы и 6 природных пожаров. Спасатели предупреждают об осторожном обращении с огнем в такую сухую и жаркую погоду. В Ульяновске налицо нарастание аварийного жилфонда. Многие горожане, отстаивая свои права, обращаются в суд. Безвозвязанную помощь им нередко оказывают государственные юристы. При этом многие клиенты изначально думают, что если бесплатно, то некачественно. Так ли это? Узнал Эдуард Истомин. На центральной 10 два парадокса. Первый в названии улицы, хотя она на окраине города. Второй в том, что дом развалюха достоит до 26-го года. А к этому времени город якобы всех переселит. Но у людей нет веры. У нас же вообще не было ни туалетов, ничего. На улице было все раньше. Это провели? Это провели, это сами делали туалет. Туалет провели, когда Галину Захарова переселили. Ранее она жила в нижних катакомбах. Но затем город смилостивился. И сослал ее жить по договору найма на крайний этаж, который почти повис в воздухе. А с крыши льет, как из ведра. Тазики воды наливаются. Я принимала, с ним упала. Вот я так хожу теперь. Компрессионные переломы, остеохондроз и болезнь Паркинсона. Диагноз неутешительный, а тут грянула еще пандемия. И переселение в новую квартиру стало призрачным. Финансирование скудное, да и ждать 6 лет не шутки. Практически здесь, кто проживает, вряд ли они доживут до того момента. Дали бы без ремонта. Дали бы благоустроенную, хорошую. Заработал я. У меня отец погиб. У меня для погибшего отца дочери должны дать квартиру. Должны. Галина Захарова пошла за правдой к бесплатным юристам или в госюрбюро. Выяснилось, что межведомственная комиссия уже признала дом аварийным, а еще накопала кучу неблагоприятных факторов для проживания. В ходе беседы с ней было принято решение обратиться в суд в Ленинский район из города Ульяновска. И вот 5 июня этого года было принято решение о предоставлении Захаровой Галины Михайловне, членам ее семьи, благоустроенного жилого помещения. Решение, похоже, вступило в силу. Скорее всего, ответчик не подавал на апелляцию, иначе бы в течение месяца Галине Михайловне пришли бы иные бумаги из суда. Если так, то квартиру женщине выделят вне очереди. А это гораздо быстрее, чем до 26-го года. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Свяжет два населенных пункта. Речь про мост возле сел Большая и Малая Борла Теренгульского района. Переправа свяжет этот муниципалитет с соседним Кузоватовским районом и заметно сократит путь для многих жителей соседних населенных пунктов. При этом ранее здесь моста не было и приходилось пользоваться объездными путями. Сейчас же возле речки Борлы ведутся активные работы. Протяженность самого моста 61 метр с подходами все 300. Сложность этого объекта, что он состоит полностью из монолитного строения, полностью бетонируется. Сейчас в данный момент ведется бетонирование пролетного строения с последующим натяжением. Объем бетонирования будет 340 кубических метров. Работы на объекте начались в конце минувшего года и должны закончиться в ноябре 2020. Всего же в этом году на территории региона планируют привести к нормативному состоянию 9 мостовых переходов. Отдохнуть на пляже можно, но в воду лучше не заходить. Официально купальный сезон в регионе не открыт. А значит и спасателей на пляжах нет. Об этом отдыхающим напоминают патрули. Представители Управления гражданской безопасности и районных администраций проводят профилактические беседы с ульяновцами. У нас в городе разрешен на один единственный пляж для купания – это Центральный Волжский. В частности, пляж Свияжский – это место массового отдыха населения, на котором запрещено купание. Соответственные знаки безопасности у нас выставлены. Поэтому, значит, проводят рейды, проводим беседы с населением о запрете купания в несанкционированных местах. Специалисты регулярно рассказывают отдыхающим о мерах безопасности на воде. Особое внимание уделяют детям. С первого дня лета в регионе стартовала акция «Безопасное детство». Мы проводим профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма и чрезвычайных происшествий, связанных с детьми. В ежедневном режиме мы совместно с органами системы профилактики проводим мероприятия по местам, где дети у нас купаются, где дети у нас могут получить травмы. Также в совместные рейды выходят спасатели, сотрудники полиции, органов опеки и социальной защиты. В «Песе Ульяновск» в прямом эфире мы продолжаем выпуск. В Старой Майне вспоминают пограничников, погибших на такживско-афганской границе. 27 лет назад в неравном бою сложили головы 25 российских солдат. Среди них герой России, посмертно награжденный Юрий Калагреев. В июле 1993 года солдаты 12-й погранзаставы отражали нападения боевиков регулярной афганской армии. Неравный бой с превосходящим по численности противникам продолжался 11 часов. Только с прибывшим подкреплением позиции противника удалось прорвать. Впоследствии застава в Старе Горы была переименована в 12-ю пограничную заставу имени 25 героев, попав погибших при исполнении долга. Поэтому каждый пограничник, погибший при защите государственной границы Советского Союза и России памятен. И мы их всех помним. Спасибо вам, что вы не забываете, Юрий. Память солдат и офицеров почтили на ежегодном митинге с возложением цветов к памятникам погибшим героям. Монетизировать хобби, открыть собственное производство и полностью изменить свою жизнь. Сейчас для этого достаточно собрать минимальный пакет документов. По социальному контракту инициативные ульяновцы могут получить помощь от региона. Кто уже воспользовался такой возможностью, расскажет Екатерина Лазарева. Столярным делом Ярослав Швердяков занимается с детства. А зам работы с древесиной его обучил дедушка. За годы студенчества молодой человек превратил хобби в заработок. Заключил социальный контракт, открыл столярную мастерскую. Теперь его изделия радуют девушек во многих салонах красоты города. Ярослав производит гримерные зеркала. В соцконтракте у меня участвует вот этот вот рейсмус, фуговальный станок. Также уже в пути сейчас находится ЧПУ-станок «Старт 1000», который буквально в течение недели приедет. По соцконтракту Ярослав получил 120 тысяч. Дело развивают вместе с невестой Викторией. Продвигают продукцию в социальных сетях. Клиенты есть, поэтому в планах расширить мастерскую, а вместе с ней и ассортимент. Нужно еще будет расширяться за временем. То есть для станка есть место. В дальнейшем, наверное, все-таки нужно будет нанимать еще работника, потому что один я не успеваю работать. Сейчас на производство одного зеркала уходит в среднем 10 рабочих дней. Новые станки, купленные по соцконтракту, помогут ускорить работу. При этом сохранят высокое качество продукции. Небольшая помощь, которую мы начали ему оказывать, приводит к тому, что он сегодня гордо сказал, что я через два года буду миллионером. И это правда. Он будет точно, потому что у него все очень хорошо продуманно, такая прям траектория жизни. А вот на таких примерах надо же учить других, которые в какой-то степени, может, где-то сомневаются. Получится у меня, а я вообще готов к такому. Получится, если есть желание и идея. В будущем средства по соцконтракту будут выделяться не только на развитие собственного дела. Финансовую помощь также можно будет получить на обучении или поиск работы. Реализация программы расширится после федерального финансирования в следующем году. Для того, чтобы оформить соцконтракт, нужно обратиться в социальную защиту населения. Для этого необходимо просто предоставить сведения за три месяца о том, что доходы граждан ниже прожидочного минимума установлены в нашем регионе. Ксерокопия основных документов и, собственно, все. И представить бизнес-план, на что человеку нужны деньги. Но главная цель соцконтракта не просто преодолеть жизненные трудности. Человеку помогают создать комфортные условия для дальнейшей жизни. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Почему не тонет апельсины? Как работает магнетизм? Теперь на эти вопросы отвечают дети. Определены лучшие маленькие ученые Ульяновска по итогам конкурса Ульяновского технического университета. В этом году состязания проходили в онлайн формате. Сегодня не мама отвечает на вопросы. Панченко Вера в своей «Неполные семь» сама рассуждает о физических свойствах воды и показывает маме фокус с газировкой и изюминкой. Музыки газа облепляют ульяновска, и она поднимается вверх. Музыки газа спасают ульяновска. 33 ребенка из 17 детских садов представили свои эксперименты на суд жюри. В этом году конкурс «Маленькие ученые» проходил повторно, на этот раз в онлайн формате. Дети совместно с родителями, находясь дома, записывали видеоролик, в котором ребенок демонстрировал любой физический эксперимент, объяснял его принцип. Цель проекта – познакомить детей с точными науками и технической сферой. И не только помочь развиться ребенку всесторонне, но и войти в мир профессии еще до школы. И, кажется, первые результаты есть. Наим Хузнудинов в свободное время смотрит передачи, посвященные науке, и уже настроен на карьеру ученого. А вот Ева Тамьярова хочет связать свою жизнь с медициной и помогать людям. Неудивительно, что выбрала химические опыты, но не забыла и о том, что она девочка. Чтобы сделать слайм, из предметов нужно клей, тетраборат натрия, краситель, можно блестки добавить. Победители, призеры конкурса получили дипломы и подарки. И, конечно, познавательный опыт волшебства с помощью подручных средств. Просит еще какой-то эксперимент сделать? Ну, она, наверное, просит. И я, как мама, переживаю за квартиру. Потому что потом приходится ее отмывать, собирать, разрушенные части как-то соединять воедино. И, тем не менее, родители в один голос говорят о готовности к любой уборке. Потому что поддержать тягу детей к знаниям бесценно. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Как создавались произведения, которыми восхищается весь мир? Чем вдохновлялись великие русские классики? Получить ответы на эти вопросы теперь можно в Ульяновском коровеческом музее. Жители и гостей города приглашают на выставку в кабинеты мир писателя. Экспозиция состоит из фотокартин заслуженного работника культуры Карпа Пашиньяна. Фотограф через убранство кабинетов показал, что вдохновляло писателей на знаменитые образы. Это выставка «Кабинеты мир писателя». Была создана в 2018 году под эгидой Ассоциации литературных музеев России, при Союзе музеев России. И с тех пор она уже путешествовала по разным регионам. Побывала в 15 музеях. И вот, наконец, она в Ульяновске представлена. Выставка рассказывает о писателях, которые творили и жили с 18 по 20 век, от Державина до Шолохова. Участниками проекта стали 13 литературных музеев страны. Придя в один из них, посетители отправляются в виртуальную экскурсию практически по всей России. Окунуться в прошлое и побывать в гостях у гениев русской литературы можно по 21 сентября. И у меня на этом все. Вести следят за событиями региона. До встречи на телеканале «Россия». Сейчас в Ульяновске плюс 30 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Ветер южный 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова